Окей, давайте начнем. Чуть-чуть, что есть и как есть. Значит, смотрите, вообще, чему посвящен сегодняшний вебинар. Обычно на интервью, когда на позицию автоматизатора идет приглашение, обычно спрашивают задачи. Есть, конечно, допустим, если позиция, допустим, по Selenium, у вас могут спросить, найти, допустим, какой-нибудь селектор через XPath или, допустим, через CSS. Но это как бы вы должны это уметь. Это не зависит от языка программирования. Что еще могут спросить? Допустим, позиция Selenium Automation. Спросят по Selenium, как найти пару, допустим, элементов на странице. Обязательно спросят, что такое вейты, как их делать, какие бывают вейты. Спросят, почему один вейт лучше другого. И третий вопрос, ну, несколько вопросов, это будет, естественно, задача на логику. Вот вчера я был тоже на день рождения, товарищ оплавился в Facebook, он так, дали задачку ему тоже на логику по программированию. Он говорит, интересно, как в Facebook подаваться. А мой товарищ вообще перформанс инженер. Там вообще так получилось, что все были гики, нерды, то есть все из IT-области, ребята. И мы с ними общались, и вот он говорит, задачки были на логику. Хотя позиция, он на девелопера идет. Ну, интересно, да? Задачку не описал, чтобы мы поэт были, но я просто говорю, что обычно дают задачки, чтобы, как это сказать, проверить ваш майнцепт. Как вы думаете, как вы решаете, как вы справляете задачи. Задачки, естественно, могут быть разными. Например, ну, обычно это алгоритмы, как это решить, как это воспользоваться. А в 90% случаев здесь связаны коллекции, то есть какие-то наборы данных. Это могут быть, ну, обычно листы, да, допустим, что я подразумеваю под словом коллекции. Или array, или, ну, связанные дата структуры. И, вот, допустим, интересная задачка. Мне недавно, вот я, когда собирал задачки для этого вебинара, мне интересную задачку, мы ее попозже сделаем. Задачка такая. Кидается n кубиков. Ну, допустим, 3, или 5, или 7. И, ну, вы знаете, у кубика 6 сторон, с этих. И вот кинули, они рандомно упали. Допустим, 1, 4, 4, 2, 4. Ну, естественно, здесь вы понимаете, что перевести на четверку, это самое легкое. То есть, на какой, там задачка такая, на какую цифру перевести, чтобы было сделано наименьшее количество переворачиваний. Ну, примерно, смотрите, допустим, я говорю, если, вы знаете, однерка и шестерка на разных концах кубика. То есть, чтобы с однерки перевернуть на шестерку, надо сделать раз-два. Естественно, чтобы с однерки перевернуть на любую другую цифру, кроме шестерки, надо всего одно движение. А если однерка уже стоит, то вообще не надо движения. То есть, ноль движения. То есть, задачка была такая, мы ее сегодня попробуем рассмотреть, я ее не думал, но интересная задачка. На какую сторону кубика перевернуть минимальное количество движения. Или вот, допустим, задачка была недавно на Амазон. Такая. Есть два слова. Как доказать, что они анаграммы? Ну, анаграмма, это то же самое слово, да, которое состоит из тех же букв, но в другом порядке. Допустим, давайте я вам загуглю сразу пример анаграммы. Пример. Так, вот анаграммы. Напустим, кабан и банка. Ну, допустим, да, по-русски. Вот, кабан, банка, мышка, камыш, кукла, кулак, каприз, приказ. Это анаграммы. То есть, те же самые буквы, но в другом порядке. То есть, допустим, такая задачка, мы сегодня такую разберем. То есть, различные вот эти проявления. Ну, давайте начнем с анаграммы. Самое, казалось бы, простое, 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 что есть. Ну, как это делать? Давайте вначале подумаем. Вот, вначале, язык программирования это средство. Первичное это то, что у вас в голове, как вы думаете. То есть, если вы будете знать, как это сделать, а язык программирования это только инструмент. На каком языке вы это делаете, это не важно. На Python и на Java это разницы нет. То есть, первое, анаграмма. То есть, те же самые буквы, но в другом расположении. Ну, давайте самое логичное. Количество букв должно быть одно и то же. Окей, давайте начнем. Есть два слова. Окей, Word 1. Я сейчас переведу у нас в режим, чтобы было виднее. И возьму я с гугля каким-то example анаграммы в английском. Так и будет анаграммы в английском. Так и будет анаграммы в английском. Сам. А вот допустим, ну, я не хотел бы. Listen и Silent. Вот мы возьмем вот эти два слова. Мне нравится. С пробелов, чтобы у нас не было этих. Окей. Word 1 равняется Listen. А Word 2 равняется Silent. Так, 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 так. В принципе, честно, да? Как это делать? Ну, если вы, примерно, у вас есть предположение, остальное, как я сказал, это делайте. Но, если вы в интернете посмотрите, если вам неохота, вы можете найти, но это вы на задаче, на экзаменационной. Обычно делается вот так. Первое. Давайте мы создадим функцию, которая берет эти два слова. Смотрите, мы делаем новую функцию из анаграмм. Которая берет себе v1 и v2. И мы проверяем. Первое. Мы должны, естественно, проверить длину. Если len от Word 1 не равен len от Word 2, от второго слова, если их не длина равняется, мы можем честно сразу сказать, что они не анаграммы. То есть, разное количество букв предполагает, что это не анаграммы. Return false. Мы вернули ложь. Они уже не могут быть анаграммами, если разное количество будет. Теперь. Следующее. Нам надо вот эти два слова привести в какой-то порядок. Самое такое оптимальное, это сортировать. То есть, мы должны оба слова отсортировать. То есть, в начале допустим, а в конце z. Давайте. Есть, конечно, иногда... В Python есть такое хорошее свойство, что слова это автоматически это листы коллекции. То есть, сортировать их просто. Давайте сразу сделаем print внутри и посмотрим, как оно отсортируется. Print. Я покажу, как работает. Sort. Word 1. И... Сделаю sort. То есть, отсортировать слово 1. И здесь сразу же я сделаю ctrl-c, ctrl-v, v2. Теперь давайте запустим эту функцию. Мы просто пока еще ничего не делаем. Мы отсортируем и смотрим, что получается внутри. А, смотрите, я говорю, я вызываю эту функцию. Так. Из анаграм. И туда отправляю word1 и word2. Word1 и word2. И запускаю свое безобразие. У нас алгоритмы. Я снова отрибуду софт. Окей. Так, так, так. Та секундочку. Вот тогда. Та секундочку. Та секундочку. Окей. Нет. Аксортировать можно. Почему у меня не работает, это другой вопрос. Сотка секундочку. Окей. Сорт должен работать. Так, что он не работает, почему? Стеро-дрежесного attribute sort. Тогда мы его должны перевести в лист. Так. Стеро-дрежесного attribute. Стеро-дрежесного attribute. А это я пока закомментирую для начала. Аксортироваться. Та секундочку. конечно на интервью у вас в гугле не будет, но секундочку я покажу как да, чуть-чуть по-другому тогда мы вот так делаем sort that здесь av1 давайте посмотрим так и поехали то есть когда мы отсортируем этот у нас видите получается array в котором слово listen будет переведено вот в такой порядок i l n st то есть от начала до конца теперь я если то же самое сделаю с print sorted v2 второе слово у нас sorted у нас вы видите что два абзаца два листа получается совершенно одинаковые теперь единственное следующее мне конечно это не надо просто вы видите да что они представляют одно и то же то есть два разных слова но мне их надо было просто отсортировать теперь смотрите что я сделаю я создам внутренние допустим l1 list 1 1 и скажу это равняется sorted 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 word 1 то же самое я сделаю ctrl c v list 2 это sorted v2 и теперь осталось сделать техники я просто сравниваю эти два слова for x for i i in range of length v1 то есть для всех i от 0 до длины слова 1 оно же длины слова 2 если если v list 1 i list 1 list 1 i равняется list 2 i то есть не равняется то есть не равняется а мы вернем false return false во всех остальных случаях мы в конце функции сделаем return true сейчас я объясню как это работает что сейчас получается смотрите первое я убеждаю что длина двух слов одинаково то есть лен 1 2 1 а теперь я перевожу лист а то есть слово в лист и заодно сортирую вот от функции сорта она сортирует а слово и переводит его в лист и заодно сортирует а вот такой лист третье я сравниваю по буквенно два сортированных листа я говорю для каждой ай в ранче от 0 до длины слова 1 но так как мы здесь уже проверили они одинаковые длины я сравнил если хоть одна буква не равняется но хоть одна буква разная он вернет false но если все пройдет и ни разу все буквы совпадут тут в конце функция return true давайте проверим а из анаграм я напишу я распечатаю это значение print из анаграм и мы запускаем окей у нас false ура значит у меня что-то в логике неправильно а если silent один если один и здесь два сейчас у меня это в логике ошибка естественно а слушаем list ten side blend те же самые буквы давайте попробуем i i l l ok значит так где-то у меня ошибка логики а ну естественно видите я здесь вместо i единицу написал ну конечно будет ошибка то есть давайте я запускаю true true теперь если допустим два разных слова здесь один а здесь два то есть длина у них одинаковая но это то есть если будет false false если listen и silent у нас получается то есть что было давайте еще два каких-нибудь две каких-нибудь анаграмы проверим еще два из кейса сделаем анаграмы зампл анаграмы зампл анаграмы зампл просто что у нас работает а так 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 естественно можно вот этот с пробелом давайте по длине какое-нибудь слово так 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 это из двух слов это так так давайте То есть, на этот линк этанограмм. В принципе, задачка такая простенькая, ничего такого сверх нет. Идея здесь самая трудная, идея догадаться, что эти два листа надо отсортировать. То есть, два слова мы их переводим в GIST, отсортируем, а потом просто по букве насравниваем. Вот это самая главная идея, догадаться, что отсортировать. Второе. Давайте вот эта задача про кубики. Она мне очень понравилась. Еще раз. Условие такое. Вот обычный кубик. Сейчас я в кубле открою. Кубик. DICE. Вот он какой-то у нас есть DICE. В DICE. Давайте посмотрим. Напротив тройки. Напротив... Напротив шесть... Ну, здесь неправильно DICE. Напротив однерки шестерка. Напротив двойки пятерка. Напротив четверки тройка. Вот это система DICE. У нас есть какое-то количество DICE. Мы заранее не знаем. Мы их случайным образом кидаем. Давайте. Первое, что нам понадобится для этой задачки, это генератор, генератор рандомных чисел. Ну, получить случайное число, которое нам для каждого кубика будет давать значение. Давайте сюда я вытащу рандом. Что-то у меня там что-то еще... Прямо рандом паздники. А, так. Здесь мне надо импортировать. Вот, смотрите, вот так идет. Где-то он идет. Randint. Так, и импорт идет. Первое, мне надо заимпортировать библиотеку. Вот она, импорт рандом. Она будет нам генерировать случайные числа. Это внутренняя библиотека Python. Нам никакой PIP не нужен. Я просто в самом верху пишу импорт рандом. То есть, импорт рандом будет гарантировать нам вот эти случайные числа. Давайте следующий шаг. Нам надо получить случайное число от единицы до шести, включительно. Окей. Второе. Нам надо сейчас... Эта функция называется randomNate. Вот она. Примерно так. Давайте я сделаю print. Чтобы мы проверим. Я никогда не помню эти функции. Зачем их помнить, если всегда их можно прогуглить. Ну, окей. Random и randomInt. И я говорю не от нуля, потому что на кубике нуля нет. Я говорю от 1 до 7. Почему до 7? Потому что семерка не входит в wrench. То есть, от 1 до 6 включительно. Давайте несколько раз запустим. И посмотрим, как эта функция отработает. 5, 4, оп, 7 не пойдет. Значит, до 6. Включительно она не должна в wrench отходить, но ладно. Видимо, он включает. 5. Я хочу 6 увидеть. Хотя 7 увидел уже, как бы достаточно. Этот наш будет кубик вот так случайным образом выпадать. 2, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 6. И видишь, что шестерка получится. Так, там по шестерке мы выпадем. По теории вероятности 1 из 6 ты должен шестерку выпадать. Дайте-ка я вот так в цикле сделаю. For x. Допустим, 10 раз я здесь хочу вот этот кубик 10 раз распечатать. Я хочу просто увидеться, что он у меня хоть раз до шестерки выкинет. Долго я. И мы запустим. Я не вижу, что у него одну шестерку. А, есть шестерка. Вот она. То есть, вот она случайно 10 раз мне выкинула кубик. Окей. Шестерка выпадает. То есть, у меня есть кубик. Я сгенерировал кубик, который будет выкидывать после от 1 до 6. Теперь, я должен, первое, я в функцию должен подать, сколько у меня кубиков. Заранее сколько кубиков, я не знаю. То есть, количество кубиков. Number. Off. Off. Dices. Я заранее не знаю. И, ну, допустим, для начала, для наших опытов, я возьму, что равняется 5. Теперь, я должен эту пятерку взять в качестве аргумента в мою функцию def. Я новую функцию. Назову ее, которая у нас все будет выполнять. Я ее назову Get Smallest Number of Steps. Of Steps. И в качестве аргумента я буду брать количество кубиков. And. Нам просто будет. Окей. Smallest. Интересно, такая функция Smallest. То есть, у нас есть эта функция. Давайте теперь определять. Первое. У нас надо. Создать какой-то лист. Который будет в себя вот эти. Вот это то, что я сделал. Собирать значения. Какие значения кубиков упали. Окей. Окей. Я создам этот. Лист. Dice назову. И дам ему, что это у нас лист. Теперь я должен кинуть кубики. Да? Я говорю for. X in range. От нуля до количества кубиков. До набора. И я кидаю этот Dice. Я говорю. Кинуть Dice. Я говорю. Так, так, так. Я говорю. LIST Dice. Добавить. Ну. В лист я добавляю. Какие у нас. Выпали значения кубика. И здесь я говорю. RANDOM. RANDOM. Точка RANDOMNATE. И здесь я говорю. От 1 до 6. Окей. То есть мы уже кинули кубик. Мы кинули. Набор кубиков. Ну, в данном случае мы кинули 5 кубиков. И мы зафиксировали их неозначение. Если сейчас распечатать. Мы можем это увидеть. Но пока мы этого делать не будем. Теперь. Следующее. Теперь мы начинаем обрабатывать количество ходов. Это мы первое. Это мы получили начальное значение. Мы кинули кубик. N раз. Number раз. И у нас вот в этом list of Dices. Сейчас хранятся значения того, что мы скинули. Давайте я просто распечатаю. Print. И list of Dices. List of Dices. И мы распечатаем. То есть смотрите. Что у меня не так? Print. List. Dices. А я функцию-то не вызвал ни разу. Правильно. Надо функцию вызвать. Вот один раз. Я говорю get. И сюда. Number of Dices. Number of Dices. Я должен положить нам. Of Dices. Ок. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. 5, 5, 6, 3, 4. То есть у нас кубики так упали. Хорошо, хорошо. Нормально, нормально. Теперь мы должны. Ну тут, если мы глазами посмотрим, то в этом тест кейсе у нас, естественно, выиграет число 5. Потому что 0, 0, 1, 1, 1. Чтобы все 5 кубиков перевернуть на число 5, нам надо сделать всего, напротив пятерки у нас двойка, раз, два, три переворачивания. И у нас 5 кубиков, все будут стороной пятеркой вверх смотреть. Окей. Но нам надо это сделать в виде программы. Дальше. Давайте дальше пойдем. Теперь, что нам надо сделать? Нам надо для каждого числа пройти и получить. Сколько? То есть у нас 6 чисел, да? Смотрите. Опять x. Я люблю x почему-то. Поэтому не брать. Итератором. For x. In. Range. От. От 0 до 6. Но 6 раз. Я сделаю вот такую операцию. То есть я буду вообще, чтобы получить значение кубика, я плюс 1 буду делать. Потому что 0 плюс 1 это 1. А 5 плюс 1 это 6. То есть я все кубики. Давайте. Теперь. Я буду. Давайте я все в одной функции сделаю. И буду делить, чтобы голова не болела. Вообще здесь желательно сделать новую функцию. И высывать ее отсюда. Ну ладно. Давайте. Что делаем? Я сейчас должен проверить все кубики. и в какой-то лист count я должен собирать значения. Давайте count. Пусть будет пока плоский лист. Я еще не знаю, что это за структура данных будет. Но здесь я должен собирать ходы. То есть да, ходы должен собирать. Окей. Первое. Я буду рассматривать единицу. Да? То есть я должен. Вот видите у меня это. Сколько ходов надо, чтобы все кубики перевернуть на единицу. Чтобы все кубики перевернуть на единицу, мне понадобится один ход, один ход, два хода, один ход, один ход. То есть здесь мне понадобится 6 ходов. Я так руками вижу. Чтобы все перевернуть на двойку, мне понадобится два хода. Два хода. Один, один, один. То есть 7. Да? Давайте начнем. Окей. Если. Так, теперь я должен. Что же я должен? Я должен все кубики посчитать. Окей. Если для x in numbers нам in range numbers вот этот number. А number у кубиков. О, я извиняюсь. Я вышел завтра и делал уже функцию. Я уже пишу отдельно. Хотя должен продолжать делать это функцию. Окей. Камп равняется нулю. Для x в range от нуля до 6. Ти. Это я проверяю цифры. Теперь. Следующее. Это внутреннее. Я каждый кубик беру. И считаю, сколько этого кубика надо перевернуть на вот эту цифру. Давайте кубика. Range numbers. То есть у нас количество кубиков задано здесь. Дальше. Что дальше мне делать? Вон, здесь. здесь не x, а здесь и y. Естественно, я не могу обновить уже переменусь. Вот это дальше. Я должен сделать вот что. Если если так x это у нас, допустим, x равняется единиц. если x равняется y, то то count какой? x-овый. x каунт x-овый равняется каунт x-овый плюс 0. Ну, то есть он не изменится. Но я пока напишу 0. Потому что если это пятерка, на пятерку ее нам переворачивать не надо. Хорошо? Теперь дальше. В противном случае елза елза. Давайте думать или елза 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 следующее означение. x надо как-то парой обозначить. Ну, ладно. Допустим, x-единица x равняется единице x равняется единице и y равняется 6 или если x равняется единице а 6 же это на самом конце я считаю все случаи когда два хода или или x равняется 6 а и y равняется и имеется или я вот сейчас должен вот эти все тест-кейсы придумать обозначить. допустим следующее x равняется 2 и y равняется 5 или наоборот x равняется 5 и y равняется 2 то есть 2 напротив пятерки я сейчас прибавлю третий последний есть это когда 3 и 4 они тоже друг напротив друга на кубике находят или x равняется то есть я здесь забыл он написать или x равняется 3 и y равняется 4 или наоборот x равняется 4 а и y и y равняется 3 то есть они напротив друг друга тогда мы каунт должны увеличить на 2 тогда каунт каунт а каунт а каунт x мы равно а x вот так мы его равняется плюс равно 2 то есть увеличить его на 2 так то есть смотрите первое так у нас есть каунт так мы должны сделать 1 2 5 6 ok 6 6 положений сейчас смотрите я объясню сейчас смысл такой а но вот это почему их здесь 6 штук у меня это для цифр допустим я буду считать вот это если все кубики перевести перевернут на на Вот это если все кубики перевернуть на двойку, вот это если все кубики перевернуть на тройку, вот это если все кубики перевернуть на четверку, вот это все кубики перевернуть на пятерку и вот это все кубики перевернуть на шестерку. теперь для x это для единицы да я говорю если они x я их же от нуля начинается x плюс единица равняется y а y он в раньше numbers подождите это номер кубика а сессии не игроку равно а листов даст я перепутал листов даст правильно логика если это текущее значение кубика единица равняется на что упал это выпал этот кубик на пятерку а листов даст из игрок тогда каунт не изменяется простыми примерами сегодня мы не отделались я извиняюсь надо показывать по полной знаете вот это когда а сидите это и вы делаете это на интервью это такой стресс такой сильный стресс наш коллега кто вот мне подкинул эту задачу с нашего skype он говорил это на middle level какой-то компанией хороший я не знаю он здесь сейчас присутствует или нет парень у нас поэтому в принципе реальная компания это из реальной компании то есть смотрите если шестерка то есть выпал на шестерку и равняется который выпал на единицу а тогда умножить на 2 во всех остальных случаях на единицу сейчас мы проверим будет работать или нет если в принципе вместо вот это это вся лонька а Каунт x плюс равно единице. Окей. Всю логику я сделали. Теперь давайте проверим. Я просто распечатаю вот этот каунт. И мы посмотрим. Если все сработает, тогда я расскажу еще раз, пройду по логике. Так, пять кубиков мы кидаем. Я печатаю здесь dice. И мы посмотрим, работает ли мой код. Окей. Смотрите. Пять, пять, пять. Два, четыре. Окей. Первый случай. Чтобы перевернуть все кубики на единицу. Надо пять движений. Давайте проверим. Шестерок здесь нет. И единиц здесь нет. Значит, каждый кубик надо перевернуть. Сделать одно движение, чтобы попало на единицу. В принципе, пять. Четверка. Напротив четверки у нас тройка. Троек здесь нет. Видите? Значит, чтобы все кубики перевернуть на четверку. А четверку и одна четверка. Надо вот эти первые четыре кубика по разу. То есть, все верно. Теперь, один, два, на тройку. Чтобы на тройку перевернуть, девять движений нам написано. Надо сделать. Давайте проверим. Напротив пятерки находится... То есть, один, два, три. Девять движений. Я не верю. Здесь не очень хорошо, наверное, сработало. Пять. Напротив пять это двойка. Подождите. Это одно. Так, это же отнётка. Сейчас. Вот это отнётка. На днётку пять. На двойку. Чтоб на двойку нет. Неправильно на двойку. Значит, где-то в логике ошибка. Вот это двойка. На двойку четыре движения. На пятёрку два движения. Он посчитал правильно. Видите? Чтобы перевернуть на пятёрку, надо два движения. Просто вот эти кубики. А вот этот надо два раза передвинуть. Значит, у меня ошибка. Два пять, пять, два. Видите? Вот здесь. Где-то вот здесь у меня сработало неправильно. А я знаю, где неправильно. Х. Если х. Да, 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 да. Х. У меня надо плюс единицы. Потому что х это ноль. Х. А то х меняется от нуля до шести. Поэтому я должен х прибавлять на единицу. Как это сделать со свечем? Угу. Вот так. Единица. Если он не поднимается. Да, какой ну интервью фикс делаешь. Да, я тоже вот. Ну это mid-level. Я говорю, был mid-level. Окей, давайте ещё раз проверим. Движение. Окей. Четыре. Вот это наш кубик окупал. А это сколько движений перевести на каждый кубик. То есть, четыре. Чтобы на единицу перевести. Сколько нам надо сделать движений? Вот. На единицу. Вот это всё. Раз. Два шестьёра. Как же нету? Три-четыре движения. Чтобы перевести на двойку. Сколько движений надо? Напротив двойки у нас находится пятёрка. Окей. Вот этот один раз. Вот этот два раза. То есть, уже три раза. Четыре раза. Ноль раз. Пять раз. Пять. А у меня почему-то он написал шесть. Уже неправильно в логике. Окей. На тройку. На тройку, чтобы перевести, надо. А напротив тройки у нас четвёрка. Тоже неправильно. Где-то опять ошибка в логике. Окей. И шесть единичек. Вот. Давайте сделаем от одного до семи. Здесь я тогда x плюс 11 уберу. Окей. То есть, x меняется в этом. Y меняется в номер. Но мы Y используем только как L. Правильно. Правильно. Ага. Давайте ещё раз попробуем. Что-то у нас упало. Такая ошибка. Индексирование. Мы вышли за пределы индексов. Ну, раньше от нового до семи. Count x. А, ну, count x минус 11, естественно. Окей. Всё равно за пределы. Аминус минус 11. Здесь минус единица тоже. Окей. А, вот здесь ещё. Минус единица. Окей. Шестёрка. Первое, чтобы перевести на единицу. Сколько нам надо движений сделать? 5. 2, 0, 1. 0, 2. 5 движений. 5, правильно. В шестёрку, чтобы перевести. В шестёрку перевести 0, 2, 0, 2, 0. А, 1. Нет, всё равно неправильно считает. Всё равно считает неправильно. Где-то ещё ошибка у меня. А-а-а-а. То есть, примерно, ребят, вот, алгоритм примерно такой. А-а-а. Я сейчас где-то ошибку не буду, ваше и своё время занимать на это. Смысл такой. То есть, я делаю вот этот, самая главная логика, это вот в этом месте. То есть, я говорю, у меня отдельное количество переворачивания, вот в этом каунте находится. Да? Если x, это текущее значение в кубиках. То есть, я беру от 1 до 6. Все значения проверяю. То есть, для одного сколько ходов, для 2 столько. Я говорю, если 1. Потом проверяю на 1. Если это равняется 1 и 6, тогда будет 2 хода. Или 6 и 1. Тогда надо будет перевернуть кубик 2 раза. Тут-то я проверяю. 2 напротив 5 находится. То есть, я проверяю вот здесь, все действия, где надо 2 раза перевести. Если мне, вот, как кто-то здесь совпадение, то кубик надо 2 раза. В противном случае, а там ещё больше юзкейсов, это кубик переворачивается всего 1 раз. Все. Если они совпадают, то просто здесь, я 0, конечно, могу не писать. Это просто они совпадают. Смысл потом просто отсортировать и показать самое маленькое. Ну, просто у нас сегодня почти всё время урока этим занял. Давайте я ещё пару примеров покажу. Недавно ещё товарищ, который делал, я это закомичу. Это попалось опять находить простые числа. Его, конечно, попадается много, но задача такая. То есть, дано какое-то число, number, и надо все простые числа в каком-то range получить. То есть, range, number, смотрите, min, какой-то минимально, допустим, 5, максимально. Максимально, допустим, 10, равняется 5, максимально, допустим, равняется 100. И надо в этом range найти все простые числа. Делайте, конечно, элементарно. Буквально это на 5 минут задача. Def. Prime. 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 Range. И мы здесь оберём вот эти два числа. Min и Max. Мы делаем range for x in range. Допустим, min, со, что я, макс. В этом range мы проверяем все числа, они являются непростые. Я говорю, если... И здесь я вызываю другую функцию. Is Prime называется. Prime. Она возвращает... Если число Prime, она возвращает True. Если нет, она возвращает False. If Prime. Я говорю, принт x. Теперь мне надо определить эту функцию Is Prime. Я её на неё ставлю. При этом на неё функцию. И здесь я её делаю вот так. Смотрите. Я говорю, если... Определение простого числа, оно делится без остатка на единицу и на саму себя. Окей? Если... То есть я говорю, проверить все числа от единицы до этого числа. From... From form for x. From y in range от 2. Я единицу не буду проверять. До x минус единица. Я само число тоже не буду проверять. И я говорю, если... Число x делится... Делится на y без остатка. Я говорю, not. Тогда... Мы return... В противном случае мы делаем return true. Всё. Вот это всё, что надо показать. Так, я даю точечку. Оставим. Снимусь, единица. Так, давайте запустим и проверим, что это работает. Окей. Prime in range. И я договорю, допустим, от... Вот это я уберу, но это нам не надо. Допустим, от 50 до 100. И запустить. Нам выдалось, вон, целое 53, 59, 61, 67, 7 до 97. Допустим, нам надо простые числа, допустим, от 800 до 1000. Я запускаю. Вот она. 809, 811, вперёд. Ещё раз, давайте по алгоритму. Алгоритм, естественно, очень простой. То есть, я здесь, я первое, это я прогоняю через range, который вот здесь я получу range от 800 до 100. Я проверяю и закидываю каждое число в новую функцию, которая проверяет, является ли именно это число простым. Как я его проверяю? Очень легко. Я говорю, для y в range от 2, потому что я не хочу на единицу проверять. На единицу она всегда без остатка будет делиться. От 2 до самого числа минус единица. То есть, если у меня заданное число, допустим, 50 я хочу проверить, я проверяю до 49. Потому что на 50, на 50 всегда без остатка разделится. Я говорю, если not, вот здесь интересная формула, она, в принципе, говорит, смотрите, x разделить на y, допустим, 50 разделить на 2. А 50 разделить на 2, вот эта функция возвращает остаток отделения. Если остаток отделения 0, это делится. Но 0 в логике это false. Я говорю, not null. Not null, то есть, если вернется 0, но это false. Я его переведу в true и скажу return false. Это такое, я могу вместо этого, вместо not это написать, типа, что-то равно 0. Но ваш класс, как программиста, если вы не равно 0 пишите, а пишите именно not. Это показывает ваш класс. То есть, в принципе, это одно и то же. Вот эта функция, если я напишу равно 0, return false, или not это, это одно и то же. И если все числа я проверю, и ни одно не делится без остатка, я тогда верну true. Если вот эта функция вот здесь получит true, она это число напечатает. И все. То есть, я разбил сложную задачу на 2 очень легкие и вывел на экран. Допустим, допустим, от 1800 до 1900. Распечатывай все числа. Простые. Будет здесь вот чего-то и чуть-чуть. Но это простые числа. Такие интересные задачки. Маленьких задачек очень много. Давайте я включу микрофон, если кто-то хочет какие-то вопросы. Вот задачку хотите, я для вас пишу такую задачку. Я извиняюсь, что с кубиками столько времени ушло и что-то там. Надо сидеть там конкретно считать пошагово. Где-то у меня там ошибка в логике, но я просто не хочу ваше время на это занимать. Я включил микрофон, ребят, если какие-то задачки интересные хотели бы спросить, давайте. Спрашивайте. В Python специфика языка в том, что в Python можно очень много того, что нельзя делать в других языках. Python имеет меньше ограничений. В Python все открыто. Допустим, задачка A равняется 5, B равняется 10. Как два значения поменять не знаем. Очень легко. И вот это выражение, оно просто поменяет A и B, и B и A местами. В других языках программирование другого не прокатывает. Ну, вот, допустим, не используя, задачка здесь такая, не используя третьи переменные, поменяйте местами A и B. В Python вот это дело прокатывает. Вы прямо берете и меняете. Теперь B будет равняться 5, а это будет равняться 5. Вот, если я сделал print A. A, A, print B, сейчас увидите, что они поменялись местами. Видите? A стало 10, B раз стало 5. Ну, поэтому в этом отношении такой свободный язык. Чуть-чуть больше времени я с этими кубиками занял. Так, ребят, если вопросов нету, тогда на сегодня закрою. Чего я могу посоветовать? Ребят, обязательно учите, как работают коллекции. В 85% случаях вам надо будет знать, как итерировать через коллекцию. Как вот, видите, это я использую for, вы можете использовать фильтр, вы можете использовать еще что-то, но вас придется итерировать. Конечно, здесь, если вы хотите класс, конечно, здесь лучше показать через фильтр. Вот это дело. Тогда вообще будет красиво. Ну, это уже как вы будете делать. Допустим. Или вот эту часть. Вот эту часть можно сделать вот так. Красиво. Посмотрите. Так. Я скажу. Prime Numbers. Amitar. Crystal. Prime Numbers. И здесь я напишу Viamta. Mix. Такое, что X is prime X. Мне тогда надо будет возвращать. Чуть-чуть по-другому надо будет. Примерно мысль такая, что еще надо запечатать, а я не могу в лямбу засунуть. Так, так, так. Есть вопросы? Задавайте о микрофонах. Так, ребят, тогда если вопросов нет, мы на сегодня это дело закончим. Но еще раз я говорю, 90% случаев задачи будут на знание листов, коллекции. Учите, учите, как оно работает, как через них ходить. Операции данных, которые находятся в коллекциях. Вытащить два повторяющихся, вытащить три повторяющихся, вытащить все повторяющиеся. Допустим, вот такие задачи часто попадаются. Поэтому тренируйтесь. Вы должны знать, как работает коллекция, как с ними оперировать. Это очень важно. Все тогда, на сегодня закончили. До свидания, ребят. Так, так, так. Я помню, что... ... ...